Итак, налог на добавленную стоимость в отношении оборотов по реализации услуг электросвязи, оказываемых абонентом, повышается до 25%. Такая норма содержится в 111 указе 25 марта 2016 года. Прежняя ставка равнялась 20%. Это коснется всех видов электросвязи, в том числе интернет-связи и городского телефона. Данный факт следует учесть руководителям предприятий связи. В инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Московскому району находятся на учете 12 предприятий, осуществляющих такие услуги. Соответственно, данные нормы указа должны взять к себе к сведению и действовать в соответствии с нормами указа. Форма отчетности по НДС с квартальной формой отчетности переходит в помесячную форму сдачи расчета. Само собой разумеется, что данная норма повлияет и на рядового потребителя, то есть на нас с вами. Платить будем больше, но есть вероятность того, что меньше будем разговаривать, дабы сэкономить. Еще одна польза – сохраним здоровье. Врачи сегодня не советуют долго общаться по мобильному телефону. Телефономания развивается. Об этом мы рассказывали ранее. Напомним. Очень жесткое такое явление. Люди, стремясь к своим зависимостям, очень стараются посадить себя на какой-то поводок. Если раньше ты выходил из дому, и телефона рядом не было, и ты мог идти куда-то, и ты не ощущал, что жизнь проходит мимо тебя, то сейчас чуть у нас разряжается телефон и выключается из сети ощущение, что все самые важные события уже произошли. Я бы даже так и оценил, что существует определенный стереотип поведения, который, ну, если не зависимость, то, по крайней мере, на грани с зависимостью, который может обеспечивать вот эту вот современную связь, современный мир и так далее. Но это лишь небольшое отступление. Ведь повышение НДС на услуги связи, говорят налоговые инспекторы, не одно нововведение. Оно коснулось также услуг пассажирских перевозок. Но транспортники обещают не поднимать тарифов. Дополнительные средства на налог будут получены за счет оптимизации затрат в транспортных организациях. Упразднена льгота по налогу на добавленную стоимость по внутригородским пассажирским перевозкам, автомобильным транспортам, железнодорожным транспортам, электрическим транспортам и водным транспортам. Внутригородские перевозки регулярного сообщения. Таким образом, субъекты хозяйствования, осуществляющие вышеуказанные виды деятельности, с момента вступления указа, то бишь с 1 марта 2016 года, обязаны исчислять налог на добавленную стоимость по оказываемым видам услуг по ставке 20%. Рост НДС принесет в бюджет дополнительные порядка полутора триллионов рублей, которые частично будут потрачены и на повышение бюджета прожиточного минимума.